Хоккеем я увлекалась в детстве, когда мой папа смотрел матчи сборной команды Советского Союза. Только за сборную болел, потому что я не понимала, как можно болеть за наши российские. Они же все наши. Какие зрители у него в этот день в сезоне 2016-2017 годы. Конкретно за Металлург я начала болеть, когда мы познакомились с Алексеем. Ну и дальше судьба так и развивалась. Металлург стала родной и любимой командой. Пришла в хоккейный клуб и отработаю до сих пор. В 2018 год. Каждый делает свое дело, каждый на своем участке, работает. Но все равно за день мы несколько раз можем увидеться, переморгнуться, перемирнуться, пошутить. Перстепс. В плане там помогает это или мешает. Но здесь я думаю, что мы друг другу, я надеюсь на это, что мы друг другу помогаем. Такого нет, что ты неправильно делаешь. То есть у нас как бы разделено, если день игры, значит, Аленка, она прекрасно понимает, что меня не надо трогать. Даже если трубы или там краны взорвались, меня игра, меня трогать не надо. То есть это, ну это уважение друг к другу, естественно. Если у нее там какие-то серьезные намечаются дела, то есть я тоже с пониманием отношусь. И самое главное, это не только в хоккее или там в бизнесе. Это когда ты уважаешь тех людей, любишь тех людей, с которыми живешь и стараешься им чем-то помочь. И когда это идет с двух сторон, вот тогда это нормально. Когда есть один человек, который позволяет себя любить, и нарцисс такой, и с такой. Ну я считаю, это неправильно, потому что из нас каждый достоин друг друга. Здесь мне вообще повезло по жизни, я счастлив, потому что рядом со мной такой прекрасный человек, как моя жена. Она мне прекрасных детей родила. Сыновья, старший мастер спорта Республики Казахстан. Он выступал на двух чемпионатах мира молодежных за сборную Казахстана. Максим мастер спорта России. Он играл за юношеские молодежные сборные. И один раз вызывался во вторую сборную национальную России. Максим чемпион мира среди молодежных команд 11-го года в Баффало. Кирилл выиграл два года назад в составе Тамбова Кубок Федерации России. Ну и просто они по жизни хорошие люди. То есть я всегда говорю, что для семьи мы воспитали великолепных детей. Я говорю, их жены должны нам быть благодарны. Своё детство я провёл по большей части с отцом, потому что он был моим тренером постоянно на соревнованиях, на тренировках. Везде был с отцом по большей части, а мама у меня как бы ассоциируется это с домом. Она в основном следила за нашим режимом отдыха, режимом питания, за успеваемостью в школе. Потому что всегда говорила так, что хоккеистом ты можешь не стать, а вот человеком ты должен быть грамотным. Должен уметь там читать, писать, грамотно говорить. В плане того же питания, когда перед играми она старалась нам определённый рацион. То есть очень профессионально к этому относилась. Я считаю, наверное, нам это в какой-то мере помогало добиваться каких-то спортивных результатов. То есть она в стороне не оставалась. Она прониклась этой идеей и помогала нам и отцу, и нам с братом постоянно достигать чего-то. Было интересно и просто это было настолько всё динамично. Жизнь была расписана по минутам буквально. У нас был момент, когда Кирилл учился в 52-й школе, в начальной школе, в гимназическом классе. И ходил на тренировку со своими, со старшим годом, с 87. И для того, чтобы всё успеть, вот у нас был такой распорядок. Алексей мне звонит, что мы сейчас выезжаем. То есть у тебя через 10 минут должна горячая еда стоять на столе. Они приезжают. Две минуты, вот первое время, где-то около месяца, вот реально, без преувеличения, всё было по секундомеру. Но дети не возмущались, просто мы сразу договорились. Если хотите заниматься хоккеем, значит мы должны всё успевать. Хоккей не должен мешать учёбе. Всё они это, я так понимаю, что им это очень нравилось, поэтому они с желанием. Но и все трудности мы преодолели. Я очень уверен за то, что у меня дома всё в порядке. Я очень уверен за то, что мне всегда подскажут вовремя. Ну и вообще это просто отдушина после тех всех перипетий спортивных, которых на нашем хоккею и у спортсменов, у тренеров очень-очень много. Значит, это, скажем, да просто я её люблю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я всегда говорю, что мы хоккей-зависимые, что без этого уже просто невозможно. Эти эмоции, во-первых, не передать. Но, по крайней мере, у нас нет возможности получить это где-то ещё. Потому что в силу специфики нашей жизни, семейной работы и всего, но это очень сильные эмоции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова